Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психофарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И мы начинаем цикл мини-лекций, я не знаю, выступлений по поводу самолечения различных заболеваний в неврологии и психиатрии. Мы считаем этот вопрос очень важным. Я думаю, что у многих сложилось такое впечатление, что мы против самолечения всегда. Это абсолютно не так. Мы постараемся рассказать о том, когда это самолечение может быть уместным. И сегодня мы расскажем о самолечении хронической церебровоскулярной болезни. Что такое хроническая церебровоскулярная болезнь или хроническая церебровоскулярная недостаточность? Это одно из фейков, многочисленных фейковых заболеваний, то есть несуществующих заболеваний. Обратите внимание, их нет в МКБ-10, их не будет в МКБ-11. Ну, они просто не существуют. Итак, эти фейковые заболевания, кто, собственно говоря, должен лечить? Очевидно, что фейковые заболевания должен лечить сам больной. Ну, представьте себе ситуацию. Вот это хороший анекдот. Человек, который ищет у себя несуществующие болезни, это ипохондрик. А как называется человек, ищущий несуществующие болезни у других? Платный врач. Конечно же, вот эти фейковые диагнозы, они используются в платной медицине довольно часто. Поэтому, я думаю, что совершенно разумно, если у вас есть фейковые несуществующие заболевания, то лучше это фейковое заболевание лечить самому. Обратите, пожалуйста, внимание, что целый ряд препаратов, он у нас отпускается по рецепту. Вообще, вот это очень интересное описание, это европейская директива Евросоюза, я не знаю, есть ли у нас что-то подобное, которая говорит о том, а что, собственно говоря, нужно выписывать по рецепту, то есть, что, собственно говоря, должен выписывать врач. То есть, это те препараты, которые потенциально угрожают здоровью потребителя, даже если он правильно их применяет, но обязательно требует какого-то медицинского наблюдения. Ну, или содержание в препарате веществ, действия которых побочные эффекты требуют дальнейшего изучения. Или парентеральное введение, ну, то есть, внутримышечное, внутривенное. Понятно, что человек может сам принимать таблетки, но вряд ли он будет сам себе вводить внутривенно какой-либо препарат, если он, конечно, не наркомат. Теперь и в Европе, и в России, вот мы говорим о самолечении, существует концепция ответственного самолечения. Пришла к нам, конечно, из Европы. Она, в принципе, призвана облегчить финансовое бремя здравоохранения для бюджета. Что уж греха таить, самолечением сейчас занимаются в условиях COVID-19 очень многие и многие пациенты. В значительной мере эта концепция вот самолечения, ответственного самолечения, пересекается с тем, что было в советское время в нашей стране. То есть, был сам просвет. И, в принципе, население рассказывали о том, как просто, ну, например, справиться с головной болью или с той или иной болячкой. Как ему, собственно говоря, нужно поступать. Надо вам сказать, что концепция ответственного самолечения, она признана Министерством здравоохранения. Где, например, в материалах коллегии, обратите внимание, сказано, ответственным за здоровье является само население. Государство не в состоянии полностью взять на себя заботу о состоянии здоровья своих граждан. То есть, спасение утопающих делал урок самих утопающих. Поэтому, конечно же, нужно лечить себя самым. Особенно, если речь идет о фейковом заболевании. Итак, какие же основные, ну, скажем так, критерии, как нужно подходить к тому, когда ты лечишь себя сам? Очевидно, что взять нужно приблизительно те же самые принципы, которые есть у врачей. Прежде всего, не навреди. Премиум ноцера. Не навреди, если ты лечишь себя сам. Это принцип Гиппократа, который, в общем, может распространить на любое лечение, в том числе и самолечение. Что же является препаратом при лечении фейкового заболевания, которое никак не может повредить? Конечно же, это гомеопатические препараты. Ну, например, препарат Диваза, где четко в инструкции сказано, что разведение 100 в 12 степени. И мы с вами знаем, мы уже об этом говорили. Понятно, что в разведениях, которые больше или равно этому самому разведению, вообще нет никаких молекул действующего вещества. Работает только энергия и память воды. Понятно, если вы занимаетесь самолечением, то лучше использовать препараты, в которых вообще нет активного вещества. Но очевидно, что вы никак не сможете повредить своему организму с помощью воды. Потому что, ну, на самом деле, это, конечно, ересь, если у кого-то и возникают какие-то побочные эффекты. Вы мне скажете, ну, ведь так же нельзя. А что же тогда делали бы врачи на вашем месте? Да, в том-то и дело, что врачи на вашем месте, очень многие врачи, вот здесь видите статью Диваза, результаты клинических исследований, эффективность и переследовательность безопасности. Это напечатанная статья. В исследовании включались пациенты с хронической цереброваскулярной болезнью. То есть, в исследование включались больные вот с этим самым фейковым заболеванием. То есть, врачи сами склонны лечить фейковое заболевание чисто гомеопатическими препаратами, то есть, фейковое же лечение. Вы мне скажете, а почему это, собственно говоря, канал Психфарм ТВ стал проповедовать гомеопатию? И обязательно гомеопатию компании Материя Медика. Я объясню, почему. Потому что в описании этого препарата честно сказано, что в этом препарате нет никакого активного вещества. То есть, это пустышка. А возьмем какой-нибудь другой препарат. Ну, например, препарат Церебралик. Обратите, пожалуйста, внимание. Что мы заглянули, попытались найти инструкцию этого самого Церебралика. Но в этом самом Церебралике ничего не говорится, что там, собственно говоря, содержится. Конечно же, написано, что это гомеопатический препарат. А вдруг в этом гомеопатическом препарате все же что-то есть? Конечно, для ответственного самолечения фейкового заболевания это не подходит. Итак, какие же наши рекомендации? Для ответственного самолечения фейкового заболевания выбирайте гомеопатические средства, в которых вообще нет молекул действующего вещества. Это будет наиболее безопасным подходом к лечению данного состояния. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки. Становитесь нашими спонсорами. Пожалуйста, пишите нам комменты. Мы всегда им рады. Жертвуйте нам деньги. Реквизиты счетов вы увидите в описании нашего ролика.